Продолжение следует... Вы не должны терпеть выходки дьявола. Вы не должны терпеть в жизни своей угнетение от дьявола. Когда дьявол давит на вас, и вы не знаете, что делать, вам плохо. Вы готовы убежать куда-то. Слушайте, и вы задаете вопрос, что мне делать? Что мне делать? Я хочу вам сказать, что вам делать. Вам не нужно терпеть. Вы знаете, мы все наоборот делаем. Там, где нам надо терпеть, мы не терпим. И там, где нам не надо терпеть, надо принимать сразу резкие движения, принимать конкретные действия, мы терпим. И вот дьявол, он как раз-таки и... Вы же даже комара не терпите у себя на теле. Сел комар, что вы делаете? Вы же не говорите, я буду развивать долготерпение. Вы справляетесь с этой ситуацией как? Так. И все. Или даже вы на ком-то увидели комара, вы знаете, что ему дискомфортно сейчас. Вы что делаете? У меня один человек, такой, по щечину такой. Вот такой, и показывает мне кровь на руке. Комар сидел у меня, я даже не чувствовал. Он такой раз, такой мне показывает. Я говорю, ты пролил кровь праведника. Он смеялся. Послушайте, дьявол, дьявол пришел украсть, убить и погубить. И уж к вам он не пришел, чтобы с вами поговорить и сделать вас счастливыми. Это он предлагает, сделать вас счастливыми. Но он это никогда не сделает. Иисус, Библия говорит, пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И если вы следуете за Иисусом, вы видите его отношение к дьяволу. И у вас должно быть точно такое же отношение к дьяволу. Бог не убирает дьявола. И люди говорят, а почему? Почему Бог не заберет дьявола, чтобы он никого на земле не мучил? Тогда у тебя не будет веры. Противостоять ты не будешь. Ты будешь просто такой поролоновый верующий. Такой зефирный верующий. Выросший на пирожных. Тебе нужна твердость. Тебе иногда нужна стойкость. Иногда тебе надо проявить веру и терпение. Но может по отношению к брату или к сестре. Понимаете? Но не к некоторым ситуациям. Мы нигде не видим, что Иисус к ситуациям был терпелив. Он решал ситуации. Особенно когда он видел, что дьявол угнетает людей. Он решал эти проблемы. И мы нигде не видим, что дьявол угнетал Иисуса. Он его пытался подкупить. Это факт. Не получилось. И потом Библия говорит, он отошел от него. Пусть также и в вашей жизни дьявол отойдет от вас на безопасное расстояние. Итак, тема проповеди будет называться «Богоцентричность верующего». Открою местописание 2 Коринфянам 5.15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Мы говорим, вот Христос умер за твои грехи, прими и получи спасение. И все, и ты будешь иметь жизнь вечную. И это не полная правда. Это правда, но не полная правда. Да, Иисус умер за грехи всего мира. Да, Он весь мир хочет поднять к себе на небеса. Но здесь говорится, что Христос умер за всех, чтобы живущие уже с того момента, когда человек услышал Евангелие и принял Иисуса Христа в свое сердце, чтобы он перестал жить для себя. Но для кого чтобы он начал жить? Для Бога. Мы же здесь читаем. Но для умершего за них и воскресшего. Иисус умер за нас, чтобы мы перестали жить для себя. Но для умершего за них и воскресшего. Это что значит? Мы же привыкли жить по трем правилам. У каждого человека с детства вырабатывается три основных правила. Я мне мое. И вы знаете, и когда мы растаем, у нас эти правила, они прям железно работают в нашей жизни. Мы считаем, нам кто-то что-то должен. Мы считаем, что вот нам не сделали. Вот где, где там то или другое. А Библия говорит, когда мы родились свыше, то древнее прошло. Братья и сестры, церковь. Древнее прошло. Что такое древнее? Древнее – это то, когда мы жили для себя. И платформа для греха – это эгоцентризм. Эгоизм, слово, оно неплохое, кстати. Эгоизм – это любовь к себе. Это когда ты зимой одеваешь шапку. Почему? Я люблю себя. Я хочу, чтобы у меня голова работала до старости. Я не хочу, чтобы у меня начались боли, мигрени. Я жил на таблетках. Я одеваю шапку. Я люблю ближнего. Я люблю своего ребенка. Его одеваю. Я не иду на красный свет. Почему ты не идешь на красный свет? А чтобы машина не сбила. И так далее. То есть, любовь к себе – это нормально. Хуже, когда человек только на себе сконцентрирован. Весь мир вокруг него крутится. Не, ну ты же уже повзрослел. Хватит весь мир вокруг себя крутить. Начинай смотреть на Христа. И вы знаете, Иисус, Он, когда пришел к людям, Он не был как босс. И Он не был как начальник. Хотя Он Господь. Он был как служащий, как слуга. Обслуживающий персонал, скажем так. Вы когда приходите в ресторан, к вам подбегают официантки. Пожалуйста, мы так рады, что вы нас посетили. Вот меню. Что вы будете кушать? И бегают вокруг вас. А вы такой важный сидите. Я же деньги плачу. Представьте, Иисус, который сотворил всю землю, человека, и все. Приходит к тебе, чтобы послужить тебе. А для чего? Чтобы ты изменил свой фокус. Жизнь тебе дана. Одно из предназначений твоей жизни, человек, чтобы ты убрал фокус самого себя. И смотреть стал на Бога. Братья и сестры, да не секрет, откуда у нас все проблемы? От экоцентризма. Когда мы к себе имеем повышенное внимание. Мы настолько ранимые. Мы настолько, знаете, раненые. Потому что мы думаем, что все нам должны. А я тебе скажу, тебе никто ничего не должен. А в этом любовь. Когда мы не ищем своего, а ищем пользы для другого. Смотрите, любовь не ищет своего. Что такое любовь? Это не просто чувство. Я хочу смотреть на этого человека. Я его хочу обнять. Нет. Это когда я не ищу своего. Я хочу ему сделать хорошо. Я хочу ему сделать приятно. Нам всем, братья и сестры, без исключения, необходимо меняться. Вот когда рождается ребенок, ему уже с детских лет надо меняться. Если он с детства это начнет. Мама с папой начнут ему объяснять. Знаешь, у тебя есть сестренка. Знаешь, у тебя есть братик. Знаешь, тебе нужно делиться. Знаешь, тебе нужно помогать. Это что делают родители? Они помогают ребенку уже с детства решить вопрос эгоцентризма. Знаешь, еще кроме тебя у нас еще есть. И нужно помогать, и нужно служить, и нужно иметь внимание к остальным. Когда древнее прошло, в момент нашего обращения к Богу, Библия говорит, древнее прошло. То есть у нас появляется, и в Библии написано, древнее прошло, теперь все новое. А что новое все? Новая машина? Нет. Новая одежда? Ну только если духовная праведность Христа. Все тоже. А что же новое? Новое мышление. Новый подход. Вот, я теперь смотрю на Бога совершенно по-другому. Я на себя смотрю по-другому. Я смотрю на людей теперь по-другому. А как я должен смотреть? А так, как смотрел Христос. Нам нужно новое мышление. Новый подход к жизни. Жизнь с чистого листа. Вот почему Иисус и говорил, следуй за Мною. Потому что мы не умеем жить. Мы первый раз живем на земле. И мы не умеем жить, нас нужно учить. Поэтому Иисус говорил, следуй за Мною. И Он часто говорил, придите ко Мне, научитесь от Меня. Вот что нам нужно. Иисус никогда не имел повышенного внимания к себе. Никогда Он не требовал от людей внимания, чтобы Ему служили, чтобы Ему все делали. На что акцентировался Иисус? На чем был Его фокус? На что Он смотрел? Куда Он взирал? Бог, Отец. И Он нам показал пример. И вы знаете, что от этого происходит счастье? Бог. И только Бог знает, что именно для нас будет самым лучшим в жизни. Вы не знаете, поверьте. Вы думаете, ой, этот человек сделает меня счастливым. Он сделает тебя такой несчастной, который ты даже себе не представляла. Или меня вот это сделает счастливым. Или вот то ты не знаешь. А может быть и нет. Но, я скажу так, если ты в своей жизни просто изменишь фокус, просто с себя фокус снимешь и будешь смотреть на Бога, твоя жизнь начнется меняться к лучшему, уйдут обиды. Поймите, что мы же обижаемся от того, что мы живые. Мы не умерли для себя. И поэтому приходят все обиды. А мертвому человеку ему хоть что говори. Обзавись на него. Хоть что скажи ему. Всеми именами животных можешь сказать на него. Он тебе не отреагирует. Ты можешь ему комплименты делать. И он не отреагирует. Почему? Он мертвый. Он мертвый для себя. И Библия говорит, мы мертвы для себя, но живы для Бога. Вот когда появляется настоящий христианин. Вот когда его ценность растет. Когда он взирает на Бога. Вот когда его жизнь становится плодотворной для окружающих. Он перестает смотреть только на себя. И все вы мне должны. Вы мне должны. Иисус пришел и послужил к людям. И он никогда не говорил, вы мне должны. Наоборот, люди что делали? Когда встречались с Иисусом. Такая радость к ним приходила. Они говорят, слушай, а можешь ко мне прийти? Я хочу ужин сделать для тебя. И для всей твоей команды. Я хочу просто для тебя что-то сделать. Смотрите. Люди. Возьмем такой пример. В Библии был человек такой, из налоговой полиции. Его никто не любил. Он оббирал людей и так далее. Он был в одной категории с грешниками. Написано, он ел с мытарями и грешниками. Мытарь – это налоговая полиция. Она стояла ненасколько не выше грешников. И один из таких людей, маленького роста, он залез на дерево, чтобы увидеть Иисуса. И на дереве наблюдал, выглядывал из-за веток, из-за листьев, кто такой Иисус, почему такой ажиотаж вокруг него и так далее. Иисус в духе, дух святой ему сообщил, за тобой наблюдают особо. И он поворачивается и говорит, Закхей, по имени его, раз. Закхей, слезай скорее с дерева. Мне надлежит сегодня быть у тебя дома. И вы представляете, из этого жадного человека. Знаете, когда люди жадные, ты что ему говори, ничего не поможет. Если ты ему говоришь, знаешь, тебе нужно делиться, знаешь, если у тебя есть много, а у другого ничего нету, ты бы мог, в принципе, поделиться и дать ему. Из тебя не убудет. Ему бесполезно. Он не хочет этого слышать. Он жадный. И вот представьте, этот жадный человек, вдруг Иисус к нему обращается и говорит, мне надо быть у тебя сегодня дома. И что делает Иисус? Просто приходит к нему домой, кушать, общаться. И тот закатил просто пир. И он, представляете, Иисусу говорит. Он говорит Иисусу, если я кого обидел, я вас дам вчетверо. И половина моего имения я раздам нищим. Вы представляете? Из жадного человека он превратился в даятеля. То есть, мы видим здесь прообраз. Из человека эгоцентричного он стал богоцентричным. Почему? Бог зашел к нему в квартиру. Бог зашел к нему домой. И изменил его представление о жизни. С этого момента он стал счастливым. Написано, он такой радостный был. И ведь его за язык никто не тянул. Ему никто не говорил. Он сам говорит, половина моего имения я продам и раздам нищим. И кого обидел, а он знал, кого он обидел. Память у таких людей очень хорошая. И он говорит, я вас дам в четыре раза больше. Представьте, он из эгоцентричного человека стал богоцентричным. Он убрал фокус себя. Потому что Бог зашел к нему. Вот почему нам нужен Бог. Это главная проблема христианства. Главная проблема человека. Главная проблема общества. Люди все к себе тянут. Все на себя смотрят. Вы мне все должны. И не могут поэтому прощать никого. Именно по этой причине Бог оставил нам заповедь любви. Он не сказал, что вы что-то должны сделать для меня. Он это не сказал. Послушайте. Кто помнит, какая первая заповедь? Возлюби Бога своего. А это говорит о том, что в этот момент, когда ты любишь своего Бога, ты имеешь его во внимании, твоя жизнь меняется. Потому что никто, кто соприкоснулся с Божьей любовью, не остается прежним. Его жизнь меняется к лучшему. И мы видим эти примеры, наполненные все Евангелие. Те люди, которые встречались с любовью Иисуса Христа. Их жизни просто преображались и становились самыми лучшими. Итак, мы знаем эту заповедь любви. Когда у Иисуса спросили, какая же первая заповедь? Какая самая главная заповедь? Что нам нужно для Бога сделать? А Иисус говорит, люби Бога. Все. Вы представьте, что я могу сделать для Бога? Представьте, такой простой ответ. Люби Его. Люби Его. И там не сказано, люби себя, а потом Бога. Люби Бога. И твоя жизнь изменится. Потому что в любви есть сила трансформации. Вы знаете, у Бога и только у Него есть способность изменить наши жизни. А почему? Потому что любовь способна и злого человека делать добрым, и жадного делать щедрым. это только Божья любовь способна делать. Из человека мертвого делать живым. Это только любовь Божья. И поэтому Библию мы читаем, мы видим, что для чего Бог создал человека? Для того, чтобы потратить на него всю свою любовь. Вы знаете, у родителей есть деньги. У родителей есть деньги. Знаете, на кого они хотят потратить? На детей. Конечно, родители тратят и на себя, и заботятся о семье, но когда дело доходит до ребенка, все, ребенку покупается лучше, и так далее. Вы знаете, что мы же все-таки подражаем Богу. Если мы так относимся к своим детям, то Бог во много раз лучше относится к нам. Представьте, у Бога есть любовь, и Он ее хочет потратить на нас. Он хочет ее излить на нас. Невозможно любить Бога и остаться пустым и одиноким. Сейчас мое послание к одиноким и пустым верующим. Вы одинокие и пустые, потому что просто вы не убрали фокус себя на Бога. и все. Вот поэтому вы одинокие и пустые, и вы говорите негатив в своей жизни. Я никому не нужен, меня нигде не хотят, и так далее. Бог вас любит, Бог вас хочет. Ваши глаза должны соединиться, потому что когда два человека любят друг друга, у них происходит такое, знаете, соединение, когда они смотрят в глаза друг к другу. Вот. И такое электричество происходит. Оба! Она смотрела туда, куда-то, и ты куда-то в другую сторону, а потом раз соединились глазами, и что-то, что-то заволновался человек. Один и второй. Так вот, Бог смотрит, где же ты, где же ты? А ты такой, а почему Бог меня забыл? А почему Бог на меня не смотрит? Почему Бог мне не помогает? Тебе нужно соединиться с Богом глазами. Тебе нужно посмотреть в Его глаза. Ты увидишь там Его отношения в Его глазах, ты сразу увидишь. А можно ли смотреть на Бога? А Библия призывает к этому. Взирать надо на славу Божью. Даже помните в Ветхом Завете, когда в пустыне Бог повелел Моисею сделать крест и на него этот медного змея, кто будет смотреть на него, да, кого укусит змея, и он посмотрит на крест, он останется жив. Это говорит о том, что ты куда-то должен смотреть и откуда-то должна прийти помощь. Как Давид писал, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Он сначала на горы посмотрел, возвожу моего очи горам, а что толку на эти горы смотреть, на рельеф этих гор? Могут ли они мне как-нибудь помочь? Нет. И тогда он говорит, вот откуда моя помощь, от живого Бога. И вот он открыл в своей жизни секрет Бога. Он разгадал, он как-то, знаете, проникся туда. У него взяло время, и когда он нашел вот этот источник, он оттуда стал пить, он оттуда стал питаться, и он стал очень счастливым человеком. Эта тема, она относится ко всем нам, что нам необходимо убрать свой взор с себя. Когда человек делает доброе дело, он хочет, чтобы ему сделали тоже доброе дело. Он хочет, чтобы ему отплатили тоже монеты. А я скажу, это неправильный подход. Мы должны в принципе делать добрые дела, не ожидая ничего взамен. А я скажу, почему. Этим мы себя предохраняем. Потому что часто, делая добро, ты не будешь получать добро взамен. И когда ты не получишь взамен добро, ты будешь ранен. Ты будешь печален. Ты будешь думать, как же так? Я же столько добра сделал, и никто мне ничего не сделало взамен. И ты будешь страдать. И тебе по этой причине не нужно ожидать. Ты тот, кто даешь. Если тебе кто-то сделает, то слава Богу, спасибо большое вам. Но если не сделает, я не завишу от вашего воздаяния мне. Вот как мы должны. Мы должны быть богоцентричными, богодостаточными. И когда такой человек, он принял решение меняться из эгоцентричного человека, он решил стать богоцентричным. Он становится счастливым человеком. Он свободный человек. Свободный. А что может быть лучше, когда у тебя нету обиды? Ты ходишь, ты никого не обижен. И ты никого не обидел. И ты спишь спокойно, встаешь спокойно, ты живешь спокойно. Когда человек наполнен эгоцентризмом, то все его мотивы будут нечистыми. Он всегда будет преследовать свою собственную цель, собственную корыстную цель. Вы знаете, когда Иисус на кого-то смотрел, он никогда не преследовал какую-то корыстную цель. Он смотрел, знаете, вот смотрите, он видел человека, например, несчастным, и он всегда смотрел, как я могу сделать этого человека счастливым. И Дух Святой, раз, картину, оп, Иисус сразу видел счастливого человека. Знаете, у Иисуса как будто проекция рисовалась. Вот он несчастный, и вот он счастливый. И вы знаете, когда люди сталкивались с Иисусом, они становились счастливыми. Но те люди, которые были злые на Иисуса и не хотели расставаться с эгоцентризмом, с этим основным грехом человека, я скажу так, это основной грех человека, эгоцентризм, то они всегда были разочарованы. и поэтому они его искали убить, они его искали как бы подловить, унизить, в ловушку его загнать, и у них не получалось, потому что они имели дело с Богом. Неужели человек может загнать Бога в тупик? Никогда. Это невозможно. Основание для любого греха, для любого греха, для любого преступления, это и есть эгоцентризм. Когда мне наплевать на окружающих, лишь бы мне, лишь бы мое, лишь бы я. А это неправильно. А это неправильно. И поэтому даже Бог, говоря человеку, Он говорит, возлюби Бога. Это не звучит так, что, знаешь-ка, что, ты меня должен любить. Вот давай люби меня. Это не звучит так. Это звучит так. Знаете, любовь это близость, это соединение. И представь, когда ты соединяешься с счастливой личностью, полноценной личностью, ты становишься таким. Не зря эти поговорки всей жизни появляются. С кем поведешься, того и наберешься. Таким и станешь. И это правда. Это правда. Это стопроцентная правда. Потому что эти поговорки десятилетия и столетия, может быть, уже ходят. И так и есть. И если представь, ты начал с Богом. Ты начал смотреть, как Он думает, как Он смотрит на все. Ты начинаешь меняться, и ты становишься свободным. Ты становишься счастливым. Вот когда мы уязвимые, вот когда мы часто бывает обижаемся, мы такие ранимые. Нам никакое слово сказать нельзя. Нас нельзя не откорректировать, ничего. Мы такие уязвимые, мы такие психованные становимся. Это все из эгоцентризма. Ты просто забыл смотреть на Бога. Но тебе стоит снова вернуться, снова смотреть на Него, снова смотреть на Него в Писании, и твоя жизнь снова меняется. Богоцентричный это не просто посмотрел на Иисуса, Он ходил и помогал людям. Ты должен на Него смотреть, как Он себя ведет. Тебе же с Ним вечность проводить. Если ты, конечно, этого мечтаешь, если ты, конечно, этого хочешь и к этому готовишься. А мне такое ощущение, что верующие ни к чему сегодня не готовятся. Они готовятся к шоппингу, к моппингу, я такое ощущение, что игра какая-то. Послушайте, например, я себя просто провоцирую, я наставляю себя, что я буду жить с Богом вечно. Это правда. Так Библия говорит, и вы тоже. Вы будете жить с Богом, если Бог коснулся вас. Вы послушайте, если Бог коснулся, это говорит о том, что вы свое сердце раскрыли Ему. А если земля сухая, каменная, то семечки не попадают. Они падают вокруг, рядом, и не могут прорасти, хотя должны. Давайте сейчас будем молиться. И когда мы будем молиться, конечно, мы молимся для себя, Господь, пусть я буду богоцентричным. Так и молитесь, да, это правильно. Потому что первое это возлюбить Бога. И знаете что, молитесь за братья и сестер. Иногда просто человек уже в возрасте, но он ведет себя, маленький ребенок. Молитесь, благословляйте. Почему? Да потому что у Бога для каждого есть времена и сроки. И как Бог любит человека, вот так и нам надо любить его. Давайте сейчас помолимся.